Гриб нагребленная, воля оба смерть, плавородов роде не слава, яшу убит. Что за маска у тебя такая? На дело? Старые времена, веселые 162-й, а сейчас по городу вообще нигде нельзя ходить, везде одни камеры. Ну если по степени такой значимости вопроса, популярности, самый основной вопрос, это будет ли реванш с Тарасовым? Ну если Тарасов сумасшедший, получит белую справку, ну и вылечит руки. Я как раз записываюсь в дрящи, худею, ну а ему подобрать еще килограмм 30. Пускай попробует, только без всяких судей, без ставок, без всяких доковырников. У нас в спортзале, пускай приходят, вопросов нет, может все это заснять. Я знаю, на кого мне надо подготовиться, набрать форму, на кого я и готовлю. Готовлюсь, у меня есть как бы одна жертва. Возможно есть еще там второй претендент, тоже много лишнего наговорил. Может он там хайпится или что там, я не знаю, как бы. Вот, ну опять же, надо разработать дыхалку, набрать форму, потому что 12 лет в санатории не прошли даром. И так, только вышел, уже, блин, получил травму сейчас. Пока вот жую жвачки, закачиваю челюсть. Ну все ровно, восстанавливаюсь, вроде нормально, быстро. Но не хочется от бесполезных, как бы, боев иметь такую челюсть, как у Орловского. Как бы, так. Поэтому вначале надо восстановиться. Ты сказал, что есть один человек, с которым, скажем так, ты хочешь очень провести бой. Я так понимаю, это Александр Емельяненко. На сегодняшний день он выступает в таком промоушене, подписался в промоушен американский, где дерутся голыми кулаками, без перчаток. Вот, как ты вообще относишься к этим боям? Смотрел ли ты эти бои? И как думаешь, есть там у Александра вообще какие-то шансы? Ну, шансы, может быть, и есть. У него неплохие удары, хоть я его не люблю, но, как бы, как бойца я его оцениваю правильно. У него поставленный удар, как бы, боксировать он умеет, вырубать он умеет. К тому же, если смотреть на американцев, они вообще боятся получить сечку, боятся получить травму. Его чуть пизданет, сука, с кулака, блядь, кто-то, кого-то только пизданул, они уже все падают. То есть, духа у них нету. Единственный там супер-боец, это вот Лобов. Я посмотрел его бои, красавчик, ебало все разносит в мясо, все в сечках. Ну, блядь, дерется, ломает всех. Блядь, ну, посмотрел бои, Лобов вообще красавчик, блядь, уважуха ему. Но реальный русский варяг, блядь. Тут, сука, никуда не денешься. И американцы все, сука, получают пизды. Ну, блядь, красавчик. Так, в принципе, так. Мне вот эту версию боев, я же покидал. Мне вообще охуенно понравилась, охуенная тема. В принципе, наберу, когда форму, может, сам туда вылезу, подраться. Все-таки это веселые бои. Там, блядь, сука, судья из-за каждой сечки не бегает, не прыгает, блядь, и бой не останавливает. Как бы, ну, такая веселая мужская развлекуха, где друг другу выносят ебальники. Ну, короче, блядь, версия боев супер. Мне понравилось. Ну, блядь, посмотрим, сможет там Саша повторить путь Лобова и отоварить всех этих лохов, как бы, американских, кого отоварит. Ну, блядь, тогда, Саша, я иду за тобой, как наберу форму, через полгодика жди вызова. Постоянно говорят, полгодика, полгодика, полгодика ты говоришь. Давай, более-менее точная цифра, это получается уже, наверное, 2020 год все-таки, правильно? Где-то там. Нет, я думаю, это сентябрь, октябрь, ноябрь месяц. Ну, уже, то есть, к осени к зиме, я думаю, я хотя бы процентов 20 от своей прошлой формы наберу. Дыхалки. Вот, хотя у меня с дыхалкой всегда было хреново. Вот, как у меня бои в Арбате. Я просто, блядь, в Москве, блядь, исполняем, блядь, сука, эпизод, блядь. Блядь, звонит Берн. Блядь, Тарзан у нас тут подменить надо, бойца, чем приедешь. И я прямо с эпизода, блядь, прямо с награбленным еду, прямо с плетками едем в Арбат, блядь. Заходим на бои, деремся, как обычно, блядь. И потом сваливаем. Ну, нормальная развлекуха. То есть, по факту, к боям-то я и раньше не особо-то когда-либо готовился. Так, в основном бегал по 162-й, разбойничал, блядь. Ну, а где-то позовут на развлекуху, выйдешь, поразвлекаешься. Вот. А потом девушек соблазняешь. Значит, можно ожидать, что к концу этого года ты, может быть, даже какой-то бой проведешь. А что такое год? Год Митунс, с нами Бог, Лозунг ССовцев. У славян лета, никаких годов не знаю. До конца лета ты проведешь, может быть, лето? Ну, а что? Ну, я думаю, уже в начале нового лета уже будет бой. А теперь у меня к тебе вопрос. Один из этих пистолетов заряжен, один нет. Угадай, я сейчас один из них направлю на тебя, который ты выберешь, и спущу курок. Угадай, какой из них. Выбирай, правый или левый. Яша, выбирай, правый или левый. С какого пара идет? Выбирай, правый или левый. Бзданул. А вы бы видели, как он сейчас моргнул? Это было что-то. Моргнул реально, не по-детски. И без всякого ржать. Очко сыграло. Да, колготки точно обдрыскал. Слав, второй вопрос. Ты меня опять не приливаешь. Так ты расскажи, ты колготки обдрыскал или нет? Давай. Вот поверни камеру на себя и скажи. Я даже не моргнул, я улыбался все время. Врет и не краснеет. Очень часто обвиняют в комментариях за то, что ты зигуешь. Объясни, ты зигуешь или что ты делаешь? А что такое зига? Что такое свастика? Сва. Это на древнославянском небо. Сварга, небесный дом. Свадьба, небесная гульба. Это наше слово. Тика, это ход. По-славянски. Свастика, это небесный ход. Вот этот жест от сердца, солнцу, это жест славян десятки тысяч лет. Вот этот жест дедушка Адольф украл у римских легионеров. Это римское приветствие. Свастику спер у нас. Но со свастикой Гитлер и покорил всю Европу. Только он приперся, когда народ динул свастики, он и получил пиздюлей. Извините, до Гитлера на деньгах Временного правительства в Российской империи была свастика. Вы зайдите в любой музей в Ленинграде. Блять, там на всех музеях, на древних, везде свастичные орнаменты, свастичные узоры. Свастика, это символ славян. А почему в Индии свастика есть? Говорят, что Гитлер у индийцев позаимствовал. Так арии, как бы славяне, а ушли в Индию с Гипербореи. Там и создали, как бы, свое государство. Там и сохранили также свастичные орнаменты. Но это все наше. Свастика, это наше. Если дедушка Адольф спер, чтобы покорить Европу, у нас свастику, но флаг ему в руки, но это наше. От того, что он поставил наш символ себе на знамена, этот символ от этого хуже не станет. Он все равно остался наш. И то, что он пошел воевать против нас, свастика осталась нашей. Она была, есть и будет нашей. Как Ленин, жив-жив и будет жить. Так же и свастика. Это наш символ. И этот жест от сердца к солнцу, ему тысячи лет. Это жест славян, жест воинов, жест варягов. Так что не надо на меня клепать какие-то новые версии. Я за стенку разина. Грабь награбленная. Слава Роду, Родине слава. Последний вопрос. Сейчас ты проходишь, так скажем, трансформацию. Приводишь, сбрасываешь вес, набираешь боевую форму. В целом, ты уже втянулся, нет? А то поначалу ты все жаловался, жаловался. Но уже начинает казаться, мне кажется, что тебе это уже начинает нравиться, и тебе это интересно становится. Для меня это уже заебало, Яша. И однажды один из этих револьверов окажется заряжен. И вот тогда посмотрим. Короче, граждане, меня уже заебала эта трансформация. По 2-3 тренировки съемок в день. Это виселицы. Весил я максимально 167. Был человек. Был кубик пресса. А теперь я уже как дрищ вешу 139. Короче. Ну лучше же становится. Быстрее, сильнее, выносливее. Ну, скорость-то может и больше. Только от нее никто не улетает. Никто не чувствует массы. Масса пропадает. А сила это не только скорость. Это еще и масса. То, что, хули человеку? Проедет там по нему 139 каких-то там кг. Или полтора центнера. Разница есть. Но мне кажется, сейчас ты намного сильнее и намного больше вреда приносишь соперникам, если по-настоящему будешь. Да хуй его знает. Короче, бой покажет, да? Вот именно. Слава революции! Дело Иосифа Виссарионовича. Продвигаем. Самый лютый разбойник был Сталин. Ограбление Тифлийского банка. 250 тысяч рублей с золотом. Вы попробуйте хотя бы представить, сколько это железо. Это поднять и унести. Корова стоила рубль. 250 тысяч коров. Прикиньте, грабануй. Это шо-то. Поэтому только разбойники становятся царями. Продолжение следует...